русский дух здравствуйте дорогие мои вы на канале приют ангела с вами народный батюшка русский дух я выпустил ролик о том кто такие русские и считаю что русские это те кто имеет русский дух а дух этот дается от земли как и другим народам земля дает их дух поэтому есть китайский дух есть еще какой-то дух но под этим роликом написали люди ангелы которые сказали а я вот не русская нет у меня родители не русские записали меня русской я абсолютно себя считаю русской и во мне русский дух это да это может быть и это и есть подтверждение того что я говорю что русский это не генетика это не национальность это дух другое дело что на каждой местности есть определенные генетика и есть определенные свойства организма населения которые являются национальными признаками то есть почему мы видим в африке людей с черной кожей потому что солнце светит надо защищать и это черный слой защищает весь остальной организм от перегрева и вот всем кажется ну как черный ты будешь нет это защитная такая форма черный свет он самый поглощающий лучи и так как кровеностные сосуды проходят а это все тепло значит потом и таким образом защищает их или почему там желтый цвет кожи тоже зависит от и от солнца и от местных каких-то климатических особенностей и от питания зависит потому что разные вещества дают разные цвет нашему телу там например у кого-то появились пятна пятна такие вот бывают черные помните пятна то ржавчина это избыток железа в организме то есть он есть недостаток железа нами называется а какое-то время когда перестает хорошо работать бактериальные вот эта вся система внутри вас все эти грибки все остальное про перестают правильно перерабатывать и железо вводить в кровь оно отлагается ржавчиной например вот этими черными пятнами при диабете это случается ну в общем в общем надо тоже какую-то это следить но когда это национальный признак то этот признак веками веками тысячелетиями формировался формировался как какой-то удобный или нужный почему там скажем у кавказцев носы подлиннее и вниз направленные значит своими назрями потому что им все время под ногами нужно осознавать что там находится и в том числе нюхом а у русских загнуты к верху потому что его вперед надо под ногами у него 7 месяцев в году снег ему нечего там нюхать его надо впереди знать что там происходит а мы кстати нюхом не хуже чем зрением и слухом осознаем пространство мы просто не осознаем насколько у нас нюх большое значение занимает она занимает и если там скажем собака на 700 метров нюхом чует своего хозяина бабочка на 5 километров чует что кто-то из ее рода летает то человек я вас тоже уверяет достаточно далеко воспринимает и русскому но зре но зре нужен курносый нос но зре вперед чувствовали когда он едет или идет это так шутка я это не знаю это надо доказывать научно это я просто так предположим что вот вот например такое это может быть влияние но я к чему веду все-таки русский дух хотя он и от земли и и он но земля то его делит на растения на животных на облака то есть вот надо воспринимать что вот у земли этот дух вот пусть он над какой-то территорией но он складывается из маленьких духов я в там специальный ролик вам об этом записал и этот дух в растениях животных он сохраняется и имеется и самое это интересное когда они погибают он то он не исчезает дух не исчезает то есть вот все он а как он может исчезнуть уже не материя которая значит а куда-то уходит поэтому вот души животных считается уходит опять в землю с кровью кровь несет душу дух несет животный он уходит и я к чему веду вот там кто-то написал русская банька вот что значит русский дух а я думаю что да я думаю что может быть и может быть только не только потому что там действительно вот это жара вот это для русского такая она радостная особенно зимой когда ты можешь вдруг так хорошенечко погреться и попотеть а еще и в холодную значит воду прыгнуть или в снег прыгнуть и таким образом ты показываешь внутреннему терморегулятору какая разница у тебя температур то есть она вот вот плюс 1 2 3 это снег вода до 60 70 некоторые говорят мы до 100 градусов греем баню до 100 градусов можно греть бане но смысла нет потому что после как мне виталий александр семенов объяснял после 56 по моему градусов он говорил выключается система охлаждения через под он я сейчас на солнышке сижу и включается только внутренняя система внутреннего охлаждения там 37 и 6 вот это 37 и 6 сохраняется и внутри ходит а здесь начинает обгорать кожа и здесь уже за счет обгорания слоев кожи вот эта терморегуляция происходит и поэтому те кто до 100 градусов нагревают сауну там сидят вот жарится они могут сами сказать что пота то нет я проверял это ты не потеешь ты сидишь тебе горячо ты мучаешься а пота нет почему а в это время слои кожи и конечно вот после таких прогревов кожа прямо так ой сколько грязи с меня слетает там специальные у них есть мойщики такие это вот сколько слезло слезла убитая кожа убитая кожа я не скажу что это сильно плохо хотя виталий александрович говорил плохо поскольку организму приходится после этого восстанавливать силы значит бросать на то чтобы клетки кожи возобновить там же всегда должно быть количество определенные слоев а их нет и поэтому вот он как главный значит рекоменда как его он возглавлял антидопинговый центр международного олимпийского комитета все врачи команд должны были с ним согласовывать как готовится спортсмен на олимпиаду например или еще куда так вот он никогда не рекомендовал сауну выше 50 60 градусов вот он мне прямо так сказал что нет сауны это мы с ним беседовали на тему реабилитации наркоманов то есть я говорил в как бы здорово я могу натопить их там в сауну 100 градусов они будут платить он горит не будут потеть если больше 56 все ты уже детоксикацию прекращаешь ты запускаешь механизм внутреннего кручения причем накопленные в почках печени и в других слоях в органах вещества наркотические они там очень долго находится очень долго я сейчас прямо все в но в каждой клетке в жире накапливается этот наркотик так далее до 120 дней он живет и когда клетка перерабатывается он опять выбрасывается так вы ускоряете вот при такой температуре токсические свои процессы ходя в сауну больше 56 градусов вот имейте в виду так вот когда мы топим русскую баню я считаю что вот этот дух дров растения которые попадают в этот он остается в бане как раз с этим теплом поэтому русской бане это русский дух это действительно получается русский дух потому что тут и растение ну береза осина как какие используются притопки они тоже русские в них этот русский дух действительно имеется и он здесь остается вместе с теплом поэтому бани на электричестве ну скажите не такие да но не такие а баня по черному вообще считалось как форма как раз сохранение всей энергии духа того что сжигается во время ее нагрева и мне некоторые я отмылся в бане по черной и вот человек который этой банькой нас угощал а это действительно такая сейчас редкость угощение такое это говорил в бане с трубой нет этого банного духа я не скажу что мне сильно понравился тот банный дух то ли может быть у гарчика немножечко он поспешил такой едкий был некий запах который мне не очень как-то понравился все время хоть хотелось выпрыгнуть и поскольку у него там был прудик то я вместо одного раза как обычно или двух раз пять выпрыгивал я все думал как бы не угореть как бы не угореть но он говорил нет это нормально это вот и есть русский дух русской бани вот такой стены черный вот этим углем пахнет так что баня вполне может быть русский дух как и русская печка в которой тоже сжигаются русские поленья как и и русский дом который построен из русских деревьев ну я сами понимаете иронизирую а то сейчас наговорят на меня что он там мистика какой-то у нее есть русские деревни русские деревья но тем не менее даже японцы любят деревянные говорят дома из русской древесины строить они не не свою какую-то поймите я встречался с японцем который имеет большую территорию земли в японии и он со мной обсуждал а как же настоящего такие русские бани перевести русские дома туда перевести я тогда его знакомил с интересным воробьев по моему который изготавливал такие в общем ладно это другая тема вот русская баня действительно часть русского духа так что хотите в русскую баню если топите русскую баню если она у вас есть а то многие уже теперь и в деревенских домах поставят душ и перестают в баньку ходить нельзя надо русского духа хранить и подпитываться здоровья всем радости духа вам всем аминь